добрый день друзья мы довольны собою тема этого небольшого видео размышления и не всегда люди бывают довольны собою иногда они слышат о себе нелестные высказывания они могут быть как справедливыми так и несправедливыми иногда люди слышат похвалу и как они реагируют на эту похвалу кроме самого человека и отношение его к себе есть отношение к человеку других людей но есть отношение к человеку и самого бога и сегодня размышляя на эту тему хотел бы обратиться к евангелию от луки 18 глава с 9 стиха и сказано там следующее это говорит иисус христос сказал также к некоторым которые уверены были о себе что они праведны и уничижали других следующем следующую притчу два человека вошли в храм помолиться один фарисей а другой мытарь мытарь это сборщик налогов фарисей став молился сам в себе так боже благодарю тебя что я не таков как прочие люди грабители обидчики прелюбодеи или как этот мытарь пощусь два раза в неделю даю десятую часть из всего что приобретаю мытарь же встав вдали не смел даже поднять глаза на небо но ударяя себя в грудь говорил боже будь милостив ко мне грешнику сказываю вам что сей пошел оправданные в дом свой более нежели тот размышляя о деталях этой притчи хотел бы подметить следующие моменты оба человека вошли в храм хотя могли бы молиться и дома у себя или где-то на природе фарисей он молился безмолвно про себя а мытарь молился вслух важно чтобы молитва была услышана духовным миром как врага так и бога чтобы духовный мир это ангелы бесы слышали кому обращается человек фарисей говорил о себе сравнивая себя с грешными людьми а мытарь стоял сзади он не размышлял о других людях он стучал себя в грудь и признавал себя грешным и бог в лице этого мытаря говорит что вот он будет больше прощен мною чем тот который возомнил о себе как о хорошем человеке и поэтому мы иногда заблуждаемся делая добрые дела мы думаем что мы кому-то помогли или что-то сделали для природы для животных для людей но на самом деле мы прежде всего заботимся о себе чтобы мы не очерствели чтобы мы не стали хуже чем мы есть сегодня на самом деле но у каждого человека есть конечно же негативные стороны с которыми необходимо вести войну борьбу и на которые бог нам указывает через нашу совесть замечаем ли мы это можем ли мы после похвалы людей сказать господи ты их не слушай ты лучше меня знаешь чем эти люди я гораздо хуже прости меня и так что мы думаем о себе поразмышляйте вы об этом а я желаю вам божьей милости и благодати до свидания